Тебе салам от гостей. Я знаю, что вы самостоятельно изучаете Коран. И хотелось бы узнать, как это у вас происходит. Из чего все это началось? Из обычного любопытства. Или то какой-то переломный период. Или время какое-то подошло. Ну не знаю. Возможность мечеть мне приезжать нету. Далеко. Нашла я сестру, опять же, в том самом интернете, по скайпу, которая преподает арабский с нуля. Вот она. Но ее нету в сети. Когда я одержала первый раз пострамадан, вставая на намазы, мне очень хотелось, чтобы у меня дома был Коран. Мне очень этого хотелось. Но я не знала, где его взять. Стою на намазе, как бы, сердцем. Желаю этого. Знакомлюсь я в интернете с сестрой. И она мне почтой высылает вещи какие-то и Коран. И это как бы стало таким толчком, откуда она знала, что я хочу этого. Я, если захочу, то могу до ней пойти послушать, как она читает. Можу тут сидеть, мультики смотрят. Мама сказала, что она читает какие-то суры или молитвы. Я приготовила своим девочкам булавки. Такой блестящий плавник. Мне подруга говорила, что красиво. Как дела? Нормально. Корм привезешь, будет все хорошо. Вырастим. Однажды я приехал домой, она меня поставила перед фактом. Я приняла, если вам. Ну, говорю, приняла, то приняла. Но это ей интересно. Ну, что, у нас вместе с огородом и домом 60 соток. Я люблю свою семью, люблю своих детей, скажем так. А Бог, я считаю, Он едит. Идем, буду кормить тебя. Да. Ну, что-то вкусненькое приготовило. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...